здрасьте здрасьте здрась привет вы в нижнем новгороде и снимаем и по вашей просьбе складные стойли на самом деле мы с димой вспоминали вчера мы их уже снимали но у нас этот материал куда-то ушел в мусорку да дим ну там что-то было испорчено в каком-то месте мы поэтому не опубликовали мы искали специально на канале но не нашли оказалось нет в общем на самом деле складных стойлов на данный момент они потерпели изменениях осталось не так много поэтому в корну можете не запасаться видео будет небольшим и так погнали складные стулья 1 это бунды они кстати подешевели на почти 100 рублей черные и белые пластиковые сидушки металлические основания легко очень складываются любимые стулья в саранске у нас конференц-залов каких-то учебных студий так далее дешево сердито мало места в сложенном виде вот так то есть это практическая плоскость можно убрать под кровать куда-то под диван куда угодно иметь всегда парочку дома для незваных гостей чтобы их там не думать как рассадить а дальше данные стулья рекомендованы для использования во влажных помещениях то есть их можно использовать и на улице максимальная нагрузка которая выдерживает тут 100 килограмм но по факту выдерживает и больше размер не может быть и течку покажешь лучше прочитать я может быть это буду вставлять раз их мало я сделаю прививка хорошо значит 649 рублей ширина 41 глубина 45 высота 78 ширина сиденья 37 глубина сиденья 34 высота сиденья 45 оцинкованная сталь полипропилен цвет черный и белый полностью идентичны отличается только цвет вот как это выглядит сложно в виде не в моих руках а на стеллаже место занимает очень-очень мало от себя добавлю для меня он кажется пластик тонковатый я конечно еще слава богу не стуки выберу ну да он такой мои любимые слова можно ну как время очки берут и в принципе довольны что мне еще у них нравится закругленные края поэтому кого маленькие детки у вас не будет сшибания углов то что они примутся вот как вот сточен и сточены так дальше у нас миссия они у нас черненькие беленькие и синенькие причем беленький глянцевый хромированный стоит 2000 рублей а черненький и синенький стоит 1200 но белый он смотрится побогаче у меня сильно ближечка другая за вот давайте с черным сравним чтобы вот смотри вот черненький вот беленький значит теперь давай разбираться по весу до протестирован также до 100 килограмм ширина 45 глубина 47 высота 76 сиденье 39 42 на 45 45 высота сиденья так очень легко прям складывается вообще нет никаких более жестко добротный сам складной механизм то есть если гунды это прям примитивно здесь уже более стильный стул можно использовать как стул и для гостиной либо там для кухни места он занимает немного не по изогнутой спинка фараона для тебя удобно у меня микрофон ускими да единственное скольжу поэтому может быть зазубринки из я реально в этих брюках соскальзываю грубо это совсем гладенько слишком так 2000 рублей станет пластик не прохладный нет вот и холма цвет еще есть темно-синий и черный дима иди сюда даже это не черный это у нас по моему серый нет черный темно-синий сиреневый белый глянец и черный а вот на сине-сиреневым и у черного вот такая вот ребристая поверхность можно черными не видит вот такая вот ребристая поверхность то есть он не совсем гладкий фундамент тебе будет комфортнее да да на него прям это как детские носочки со стопорочками то есть прилипаешь папой хорошие вот все поняли так у нас на самом деле осталось всего два стула это линейка тырье который же очень давно в ассортименте стоит они сейчас 1250 аналогов много есть и ухов и ваша не попадаются но и киевский более-менее износостойки и стойки сейчас начало по технической информации по составу материала потом расскажу пример эксплуатации кстати по низ и проблем не было ни разу гунды несколько раз клиенты проламывали дно ну историю молчат что они делали я также слышал что вот это дешевый гунды очень боится отрицательных температур и это становится более хрупкий и возможно на морозе потрясется однозначно кстати отдал бы нам икея его на тестинг ну бы его в деревню отвезли в минус 30 оставили на улице то ты губы закатал я вижу да все продолжаем кирине это у нас массив бука либо белого цвета либо покрытый лаком прям так и есть цвет бук либо черный либо коричневый 1250 без рубля протестирован до 100 килограмм дальше ширина 45 глубина 51 высота 71 ширина сиденья 38 глубина сиденья 33 высота сиденья 46 то есть он чуть-чуть повыше по удобству был период когда мы жили у родителей за городом и у меня данный стульчик выступал в качестве рабочего места то есть работала я часто по ночам и попал у меня была в полосочку как этот стуль то есть без вот такой подушки ну из подушкой татьяна полную я должен на него работа выдержать то есть у него очень неудобный подхват спиннины но скажем так если вот один рассматривать как стул складной посидеть гостям нормально . зима умеет чихать без звуков зима ведьма ведьмак а еще он тортики если не толстеет ну продолжаем вот все-таки это не рабочий стул поэтому очень часто люди ну берут в качестве рабочих 3 не вариант а теперь давай к белому почему именно к белому он покрыт краской но очень быстро вот это все и стирается и затирается мало того что пачкает это логически так это просто покрытие стирается не полно имел ввиду что стирается до деревянного самокрытия самокраска уходит вид деревяшка деревяшка поэтому имейте пожалуйста это ввиду сложенном виде очень легко вообще я скажу так стульчик популярный раньше это заразы по-другому назвать не могу сейчас объясню почему называю заразой продавалась даже без упаковки перевозить было целый трэш то есть и заказали всегда много их нужно было как-то образом штабилировать благо это голова не наша не болит водителю наших при голова болит но 3 и слава богу стали хотя бы запаковывать в пакет вообще имейте ввиду очень много у икеи вещей которые бы желательно было запаковать на упаковке нет а может быть сделаем один обзор такие товары которые идут без упаковки чтобы покупатели знали что чтобы стерек не было потому что например там дешевые рюмочки стаканчики уже ноги не знаю и претенеться почему не упакована бреда потому что в таком виде продается в магазине вот что я скажу нет но я теперь давай смс-5 копейки из мужского конструктива все три е что черный что белый что падут со временем расшатывается очень сильно я не знаю сложно мне объяснить но идет и за счет расшатывается вот это крепление вот вот все эти соединения с этой стороны вот с этой стороны вот дима уже исходя из личного опыта потому что такие стулья есть у диминой мамы такие такой стул есть наших родителей несколько чтоб кто часто будет использовать ребят сразу не грешите на это то что со временем он расшатывается единственное лечение е только подбивать молотком вот это само как то что я показал этот тройничок вот этот тройничок ну соответственно буду школу от краски это мы столбу стул будет временно опять же на нем больше сеть не могу и временно опять же она у вас можно 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 мне еще один стол остался стул называется фиян фейну зафия чё ты чувствуем пластик а пластик из садовой линейки 100 килограмм тестинг ширина 44 глубина 42 высота 89 ширина сиденья 40 глубина 39 высота 45 ребята по износу стойкости нареканий нет дырочки есть то есть для стекания воды поэтому можно оставлять под дождем складывается он по принципу гунды я не очень люблю фиен раскладывать потому что мне он неудобный а еще кстати где из акации стол стул наверно убрали как летнюю коллекцию его очень часто наберу дим вот хочу хочу показать то чего не увидеть на сайте история на высоте каблуках сегодня поэтому можно чуть посижу видно ну то есть этот момент пожалуйста учитывать пластик сейчас я переседу на него скажу по ощущениям где вот ты из всех бы стульев какой взял хоть он драшататься но торги ой нет я лучше бы не сын взяла 3 более удобно будет потому что не спинка более накрыта угол немножко побольше наклона идет так вот этот стул больших весов не выдержит то есть вот я села и подо мной прям люлечка образовалась поэтому мете веду у неси такого нет даже гунды меньше провалился чем вот этот стул сложить его не могу он не складывается у меня а это не он нет это гунды это гунды в принципе по складным стульчиком все ассортимент маленький стал дают от нас рекомендуем не используйте эти стулья как основные используйте это как дополнение да для нежданных гостей для ним небольших выставьте пози в мероприятии что-то тогда не будут служить до час сейчас посидели все что сможет так лучше используйте вот обычный стулью эти обычные стулья не в африке обычные стулья не на это и рассчитаны ну что мы побежали дальше у нас еще очень много планов на съемки мы не стали писать влог мы опять приехали на несколько дней и в этот раз будем тестить новую гостиницу все что проси набор ну и стандартное завершение нашего образа несколько слов ваших комментариев подписка отписка дизлайк лайк все как положено хейтеры пишите пишите вы помогаете продвигать канал вы делаете благое дело мы вас любим мы вас любим особенно люблю последний коммент понравился деревня как можно ширкать пальцем по поверхности я чувствую верующих за дело простить